Аркадий Трофимович, здравствуйте! В 1943 году, когда мне исполнилось 17 лет, меня забрали в армию и отправили на Дальний Восток, под Хабаровск. И там нас поселили в казармах новобранцев. До нас там в казармах жили солдаты, офицеры. Как бы сказать вам, чтобы вы поняли, штрафники, землянки, под землей землянки. Только окна, только чуть-чуть выжжено было и все, и больше ничего там не было. Вот мы там жили, значит, так, примерно вот с октября месяца. И там жили мы до апреля месяца 44-го года. В 44-м году, в апреле месяца, приняли прищагу. Военную прищагу приняли. А потом, значит, нас расформировали. Меня отправили в город Раздольный, называется там Запасной полк. Вот в Запасном полку мы занимались военной подготовкой, учились разным, значит, так, специальностям. Изучили винтовки, пулеметы, артиллеристы, там еще вот это самое. И изучали, значит, так, готовили нас, как бы сказать, на запад, на фронт, на западный фронт. Парашютом даже прыгали мы там. Вот я три раза прыгал там. После этого, значит, так, нас перевели ближе, ближе к границе. 107-й укрепрайон называется. Вот в 107-м укрепрайоне нас определили, меня, там, нашу команду, инженерно-технические войска. Инженерно-технические войска – это саперы, минеры, которые, значит, так, разминируют, минируют границы от японских нарушителей. А после, значит, так, это было уже 45-й год, нас поздравили, на западе кончилась война, немцы, значит, так, немецкие войска сдали, Германия капитулировалась, и мы стали спокойно жить и работать. Строили дороги к границе, чтобы были наши войска и техника пошли туда. Точнее, наше государство дало, Сталин на Крымской конференции дало слово помогать американцам. Американцы воевали с японцами, а их у них там успеха не было. Вот они просили открыть Фройфронт. Вот Сталин дал согласие. Вот, говорит, после капитуляции Германии через 2-3 месяца мы вам поможем. Вот это самое как раз получилось. Май, юн, юль, август. Вот мы в августе 8 августа перешли границу. Ну, вам могу рассказать первые события, как вот переходили мы границы. Это очень интересно для вас. Когда мы поднялись, а там дальневосточная, значит, так, как бы сказать, земная поверхность, там одни сопки. Сопка на сопке, сопка, сопка, сопка. Вот между сопками течет река там, а на сопках лес, ну, везде сосна, елка там растет, липа растет, дуб, все, просто. Так вот, мы поднялись на сопку, чтобы разминировать границу. Мы разминировали границу, чтобы пехота пошла, чтобы танки пошли, машины пошли, значит, так, вот. И вот в это время появился японский самолет. Вы представляете, вот, значит, так, идет, понимаешь, как, примерно, вы представляете, наверное, на митинге, как колонна идет. Так же колонна идет, солдаты, военные идут там, на лошадях, в авовозке, на машинах идут, значит, так. И вот эти три самолета, три истребителя стали стрелять по этим самым, по идущим, значит, колоннах. Но, конечно, жертвы там были, тоже остались там, все то же самое. И нас обстреляли, то же самое. Когда уже появились наши истребители, то эти самолеты убежали, улетели к себе. Это вот первый, самый, как сказать, бой, можно сказать. Но здесь мы ничего не стреляли, ничего. Когда мы пошли колонной, значит, так, дальше, вглубь, там, значит, так, ни с того ничего, конечно, не ждали мы ничего. И сопки, три пулемета стали стрелять. А впереди река, а дальше лес, маленькая речка. И вот эти пули-то легли вот здесь прямо, когда песок, чук-чук-чук-чук. Командир сказал, значит, комротки, короткими перебежками вперед, через речку, в лес. А когда я упал, страх, страх прижал меня к земле. Как будто у меня на спине тонна груза. Хочу отжаться и дальше бежать к речке, через речку, в лес. Хочу бежать, уже команда, понятно. Я не могу отжиматься. Давлю, не могу поднять. Ну, это на короткие секунды, может, минуты там прошла, может быть. Потом я, значит, как-то посмотрел. Один бежит, второй бежит, третий уже упал. Уже не может бежать, уже его пристрелили. Я скорее нажал, значит, выжал, встал и побежал. Упал, встал, опять побежал. Ну, метров триста, там немного. И добежал до речки. А речка-то маленькая такая, так, примерно, ну, по грудь там, наверное. Пробежали мы эту речку на ту сторону, а там лес. И под лесом там. А пулемет уже сюда не берет. У него сектор обстрела дальше. Многие остались там лежать. Ну, а потом это самые пулеметные точки уничтожили мы. Закидали гранатами, там поднялись, и гранатами закидали еще. А пулеметчики, да, японские, прикованы были, значит, ломками к пулемету. Прикованные. Они не могут убежать от самолета, от этого самого пулемета. Они должны сидеть там до смерти. Это называется смертники. Как часто вы писали письма домой? Кому и что вы писали? Домой только писал, что жив-здоров, жив-здоров и все. Больше никого не писал. У меня больше друзей-то не было. Остальные все в армии были. Все мощи служили вместе. Где и как вы встретили победу? Наши войска, наши войска, вот, боями, боями прошли до Хедзио, город Хедзио. И вот там, значит, так, это было 1 сентября. Вот пока туда-сюда, вот, 3 сентября объявили победу. Мы, а там река течет. И там были американские войска тоже были. Американские войска, мы помахали так руками и все больше. Но сюда не могли переходить. Там ни парома, ничего не было, никаких, это самое, мостов не было там ничего. Вот, помахали вот так все. И все. И после этого я еще в Корее остался служить. И только лишь в октябре месяце нас отправили в Россию обратно. Аркадий Трофимович, а как сложилась ваша судьба после войны? В армии я 7 лет служил. После войны я остался в Велославе. Домой приехал, посмотрел, колхоз, там ничего нет, ничего. Поехал, сверло, комсомольская стройка. Мне же было 20 лет только всего после войны. Но 25 уже стало. Работал, железобетонный завод строил. Вот, работал, значит, там, землекопом работал, значит, так, бригадиром работал. А в последнее время работал геодезистом, инженером-геодезистом. Там же я закончил техникум. Мы учились, очно, два года, и закончили инженерно-технические курсы. Закончил я институт еще после этого, педагогистический, что-то уже здесь, в Вишкороле уже. Учился, работал. Я работал в четырех организациях. Первое в училище, вот здесь, в строительном училище, я мастером производственного обучения работал. После этого работал я в строительной организации СУЧЕ, называется, отделочники. После этого я работал в БОБКОМе 10 лет, техническим инспектором ЦК БРСОЮЗа. После этого работал я еще и в Управлении Федерального Исполнения Наказаний, этого мужчин, в тюрьме номер 4, в Куяре. Там 10 лет, ой, 20 лет работал там. 20 лет. У меня трудовой стаж 70 лет. Какие времена были самыми тяжелыми? Самые тяжелые времена – это во время войны. Вот я вам говорил, значит, так, что нас призвали в 43-м году. Вот в 43-м году я голодал в армии. Нас кормили мороженой картошкой, мороженой рыбой, мороженое швеклое, мороженое морковь, все мороженое. Не было столового здания. Кухня была, такое маленькое здание. И вот в кухне была амбразура. Мы туда приходили за завтраком, за обедом, за ужином, котелком. Котелок, круглый котелок нам давали. Мы приходили туда к амбразуре, поставляли амбразуру, наливали там бульон, немножечко хлеба, кусочек. И все. Ну что, вот так жизнь прошел. Никуда не денешься. А вот теперь 94 года. 20 сентября будет. Пока еще хожу немножко. Вот так вот. Аркадий Трофимович, а что вы хотите пожелать будущему поколению? Я сейчас желаю молодежи учиться, 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 как говорил Владимир Ильич Ленин. Но чтобы у вас в жизни была забота только о своей жизни. Чтобы хорошо жить, хорошо учиться, хорошо работать. Это же ведь интересно жить. Жить интересно всегда. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и семейного счастья, будущего всего хорошего. Чтобы вы не знали ни в годы войны, не видели и не знали. Чтобы абсолютно хорошо, мирное время жить. Чтобы дети ваши выросли здоровыми, веселыми, чтобы они умные были, свободными были и все. Вот это желаю вам в настоящее время. Аркадий Трофимович, спасибо за беседу. Поздравляю вас с праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова